Здравствуйте, у нас в гостях сегодня журналист, сценарист и кинодокументалист Роман Супер. Здравствуйте, Роман. Шалом, шалом всем. Ну вот начну я с журналистики, потому что я как раз, когда готовился к интервью, прочитал, что вы и журналист, и кинодокументалист, и сценарист. В общем-то, история журналистики, она очень непростая в России. Можно сказать, что вы еще остаетесь журналистом? Или это уже перевернутая страница? Давай на ты. Давай на ты, да. Значит, до 24 февраля я бы сказал, что да, безусловно, журналистика умерла в России. Телевизионная журналистика сделала сноску не сегодня и не вчера, а для меня в 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, а вместе с ней закрылась последняя телевизионная программа, в которой можно было что-то как-то работать, не предавая себя и профессию. И, собственно, тогда она закончилась, и я, конечно, перестал быть каким-либо журналистом. Журналистикой я не занимался, и с 2014 года каждый день учился другой профессии под названием документальное кино. Пытался использовать все свои связи, которые заработал, наработал за 15 лет, работая с информацией. Пытался не растерять всех своих друзей-операторов, продюсеров, редакторов и придумывал вместе с друзьями команду себе, чтобы снимать кино. И мне казалось, что это все у нас получалось успешно делать. Мы снимали кино, большое и маленькое, показывали его везде, где можно показать. Катали его по миру, и журналистикой не занимались. А 24-го числа какой-то тумблер переключился, и я, конечно, прыгнул во все свои соцсети, понимая, что я ничего другого делать не могу, кроме того, чтобы следить за ужасом, который происходит. — То есть получается, что 24-го и документальное кино закончилось для себя уже? — 24-го, ну я тогда это еще не осознавал, прям 24-го, что оно закончилось. Я просто по какой-то старой привычке, по инерции стал офигачить истории про войну. Ну как бы война — это же такая очень широкая штука. Она поднимает и воскрешает вместе с убийствами и тем ужасом, который происходит, еще и какие-то человеческие истории, которые сами к тебе лезут и приходят и как бы просятся, расскажи про них. Вот, я стал это делать. А что касается кино, то да, как бы, по, наверное, сначала экономическим причинам, это то, чем заниматься в России сейчас просто невозможно, потому что кино — это последнее, на что будут обращать внимание люди, которые раньше деньги на кино давали. Вот, как бы, сейчас есть более насущные проблемы у России выжить в таком абсолютно торнадо санкций беспрецедентном, когда, ну, уже завтра не на что будет дороги там строить и лекарства закупать западные. Вот, поэтому какое кино? Нет, пока не какое кино. Я как бы не могу сейчас ванговать и говорить про то, что кино больше не будет никогда ни в стране, ни в моей жизни. Да нет, скорее всего, будет, но точно не сейчас и не в ближайшее время. Просто, ну, какое кино? О чем кино? С 24 февраля у меня было одно предложение по съемкам кино на деньги Минкульта, что само по себе уже невозможно для меня поэтическим соображениям. Мне предложили снять кино про то, как расцветают женские шахматы в России. Очень актуальна сейчас тема. Подумал я и понял, что как бы... Это после фильма «Ход королевы» что-то было? Это бумаж на фильм «Ход королевы», конечно, да. Думаю, да. Но я даже не стал как бы особо там выгрызаться в эту тему, потому что она абсолютно мертворожденная сейчас. Знаешь, о чем я думал? Вот ты же снял фильм про Децла, ты снял фильм про Сахарова, ты снял фильм про Успенского. И это такие культурные коды, можно спорить, они формируют или не формируют, но, тем не менее, как мне кажется, можно проследить некую эволюцию российского общества. Вот есть у тебя ответ на вопрос, почему получилось так, что значительная часть, я не знаю, большинство или нет, но значительная часть людей в России поддерживает специальную военную операцию. Мы же все слушали одну музыку, смотрели одни книги, читали одни книги одних авторов и так далее. Но получилось то, что получилось. Ну я абсолютно не согласен с тем, что подавляющее большинство россиян поддерживает войну. Окей, расскажи, как есть на самом деле. Я знаю, как я чувствую, как думаю, как знаю, опираясь не на ФЦО, который является абсолютно кремлевской конторой, и доверия, которой нет у меня точно никакого. Но я опираюсь на… Ну сначала я опирался просто на свой круг, и понятно, что в этом кругу нет ни одного человека, который мог бы поддерживать войну. Это невозможно. Но это пузырь. Это пузырь, думаю, тоже подумал я. Потом я начал делать свой вот этот телеграм-канал, который прям вырос в большой проект с десятками и десятками тысяч подписчиков, уже больше 80. И в общем-то среди этих людей тоже нет ни одного человека, который поддерживал бы войну. Я подумал, ну сейчас мне начнут писать письма, что все не так однозначно. Наверняка найдутся хейтеры хотя бы какие-нибудь или кремлевские тролли, которые будут мне, значит, закидывать вопросами, что ты делал 8 лет, и вот это все, вот эта часть государственной пропаганды. Нет, ничего такого с 24-го числа мне не пришло. Никаких фильтров у меня нет. Никаких фильтрационных мероприятий я не провожу. Пишут все, кто хотят писать, и люди по всеми вот этими десятками тысяч судеб против этой войны. Ну насколько... Просто вот ты себе представляешь человека, который поддерживает войну. Более того, я знаю много людей в Риге, которые поддерживают войну. То есть это может быть отдельный вопрос, который следует рассматривать. Я знаю, многие россияне, которые сюда приезжают, они шокированы неким искаженным подходом и восприятием того, что происходит в России. Но мои одноклассники, с которыми я не так давно встречался случайно, поддерживают войну. Они говорят, Владимир Путин все делает хорошо, он все делает правильно. А дальше, чуть дальше, на первый уточняющий вопрос, почему у них есть ответ? Потому что их вынудили. Потому что его вынудили, потому что не считали с Россией. Нет, мне не надо объяснять, что происходит. Я-то как раз... Я сейчас в твоем лице пытаюсь... Да, да. Нет, это очень сложная, очень болезненная история. Люди искренне убеждены, что это правильно. В смысле вынудили, ребята, алло, ку-ку? Я все понимаю, и ты все понимаешь. Сядьте за стол и начните разговаривать о том, что кто кого вынуждает. Найдите эти точки соприкновения. Слушай, я даже им аргумент... Начните это обсуждать. Как бы позиция сил, это даже не позиция силы, позиция нас вынудили, поэтому мы сейчас будем убивать людей. Это просто мрак. Я тебе больше скажу. Я даже приводил такие аргументы, что Адольф Гитлер в 4 утра отдавал приказ о бомбардировке Киева. Вы не видите параллелей с тем, что происходило в середине 20 века. Нет, это другое. Ты не можешь пробить эту систему. Это уже какая-то иррациональная история. Смотри, допустим, даже... Ты сейчас к кому обращаешься? Ко мне? Да. Хорошо, я просто попытался, а потом сказал отойти. Хорошо. Может, я микрофон просто ближе подниму? Значит так, давай попробуем сейчас с тобой исходить из того, что цифры псиома правдивы. И сколько-то там, 70 с чем-то процентов людей поддерживают войну. И давай переведем это как бы в абсолютные цифры. Что это значит? Это значит, что оставшиеся 30 не поддерживают войну. 30 процентов населения огромной, самой большой страны в мире, одной шестой части суши России, это типа 25 миллионов взрослых людей. А если с детьми, а у меня как бы вот есть ребенок, и он тоже против войны, тогда будем некоторых еще и детей считать. То это 25-27 миллионов человек. Вот 25-27 миллионов человек, это вообще-то, строго говоря, огромная европейская страна носителей ценностей, в которые никак не вписывается поддержка войны. Это 11 Латвий, я просто приведу пример. По населению. И вот это 11 Латвий. И имеем ли мы право говорить в такой ситуации, что вся Россия абсолютно как бы готова подписаться за то, что как бы война это ок, убийство это ок, и решение геополитических проблем с помощью войны это ок. По-моему, нет. И в этой связи как бы я смотрю на ситуацию не так пессимистично, как ты, а скорее наоборот. Это огромное количество людей с непромытыми мозгами. Вот. Это те люди, которые слушали Децла, которые что-то читали про Сахарова, которые воспитывались на мультиках по книгам Успенского, и как бы все то, с чего ты начал. У меня как бы проблем с этими людьми нет никаких. А на кого опирается Путин? На кого опирается Путин? Вот как ты считаешь? Я думаю, что Путин опирается на какие-то свои медицинские эти самые рецепты, которые ему выписывают как уже больному, не очень понимающему суть происходящего дедушки. Вот что я думаю. Я не знаю, я не понимаю, что является сегодня окружением Путина. Я думаю, что это действительно уже какие-то очень никому неизвестные врачи, уборщицы и обслуга этого человека, который непонятно где живет, который два последние года вообще не выходил наружу и не смотрел по сторонам, и который просто, может быть, сошел с ума за эти два года. Я не знаю. У меня это такая немножко абсурдистская, да, абсурдистский ответ, я все понимаю, что в нем есть как бы спекуляция и доля ерничания, но ничем другим я это объяснить не могу. Я не могу. Я не понимаю, как как бы, чувак, ты же, если ты современный как бы политический лидер, ты должен понимать, что для истории мировой ты теперь человек, который начал в Европе воевать. Алло, ку-ку. Так нельзя. Ну, может быть, со времен Второй мировой войны, когда как бы вопросы решались исключительной силой, прошло много времени. Сейчас по-другому немножко мир живет. Нельзя просто взять и начать войну в Европе. Да нигде нельзя. Ну, а тем более в Европе, которая как бы просто вообще офигела от происходящего и единогласно щелкнула по носу этого человека. И, конечно, теперь не отцепится от него. Ну, я думаю, что это какие-то медицинские объяснения у этой проблемы. Честно. Вот я так думаю. А пропаганда? То есть она сходит с ума вместе с ним? То есть это работа на одного конкретного заказчика? Или все-таки, ну, вообще, как можешь оценить работу российской пропаганды? Потому что ее называют даже феноменальной по своему воздействию. Насколько это справедливо? Значит, судя по моим разговорам с людьми, которые остаются внутри системы пропагандистской, судя по моим разговорам с ребятами, которые продолжают этим заниматься, или которые только что уволились, почувствовав, что больше так делать нельзя, могу тебе сказать, что внутри крупных федеральных СМИ, конечно, ну, единицы людей из тысяч, которые там работают, верят в вот это объяснение твоих приятелей в Риге, что правильно война и по-другому быть не может. Нет, они, конечно, не верят. Ну, и ты пойми, что люди, работающие в телеке, вот приходят на работу, у них там монтажки, там всякие разные департаменты, и часть этих департаментов — это, значит, комнатки, куда приходят всякие разные материалы, видео от международных агентств. Рейтер, там, IPTN, Евроньюз и прочее, прочее. Все телеканалы в России, как во всем мире, подписаны на эти агентства. И люди, которые монтируют сюжеты для русского телека, видят не только картинку специальных корреспондентов, которые из Донбасса им присылают свои говносюжеты, но и картинку, которая никак и никем не смонтирована, которая как бы представляет и ту сторону, да, что происходит там, куда там прилетают ракеты, как как бы страдают и мучаются не только азовцы, но и все остальные люди и так далее, и так далее. Когда ты внутри системы, внутри пропаганды и видишь разную картинку, ты все равно, если ты человек прямоходящий с одной мозговой извилиной, ты видишь, что вот в данной ситуации действительно все не так однозначно. И происходят катастрофы и ужасы, которые творят, ну как бы вот твои соседи по лестничной клетке, отдавая своих детей на эту войну. Ну хорошо, а вот ты веришь в то, что... Ну эффективно, конечно, ты сказал, что пропаганда работает эффективно. Слушай, 8 лет, последние 8 лет, каждый день во всех информационно-политических шоу, по всем каналам, русскому зрителю рассказывают, что украинцы не люди, что называют их в федеральном эфире, и это как бы окей. Что на территории большой страны под названием Украина базируются интересы НАТО только, а не украинцев. Вот 8 лет, если тебе моют мозги вот этой фигней, то... И причем делают это как бы довольно изысканно и даже убедительно некоторые из пропагандистов. Ну за что они и получают свою изысканную и убедительную зарплату, большую, чем все остальные сотрудники телевидения. То, ну как бы у людей, конечно, это программирование абсолютно, это зомбирование, это гипноз. Это, конечно, часть ответа на твой вопрос, почему большое количество людей может поддерживать эту войну. Ну потому что им рассказали, что у нас под боком живут какие-то инопланетяне и вурдалаки, что украинского языка не существует, и что вообще Украина это такая же геополитическая ошибка, как развал Советского Союза. Но если вот эту пластинку постоянно включать каждый день 8 лет, то впечатлительные люди в это начинают, к сожалению, верить. Ну что сказать, это очень-очень-очень отвратительно. Ну а что касается тех, кто работает на федеральных каналах и тех, кто работает в кадре, да, мы, конечно, первые фамилии, которые приходят в голову, там Ольга Скобеева, там Евгений Попов, Владимир Соловьев, хотя, наверное, Владимира Соловьева надо ставить первым. Они в это не верят? Я думаю, что нет. Я почти уверен, что нет. Лучше, конечно, у них об этом спросить. Я думаю, что придет момент, когда мы сможем откровенно с ними со всеми, может даже здесь поговорить про это, про все. Но нет, я думаю, что не верят, конечно. Я думаю, что уж сейчас так точно они понимают, что они оказались абсолютно в заложниках у своей восьмилетней пропаганды и у своих начальников, которые просто теперь их, ну, никуда не отпустят, потому что и никуда уехать они уже не могут. И банковские счета, если у них были в Латвии, Литве, Эстонии и далее по списку. И виллы в Италии. Виллы у них, значит, на даче в Подмосковье, а виллы в Италии. Я думаю, что все просто заморожено уже. Все, что можно быть конфискованным, конфисковано. И они понимают, что как бы им особо уже отступать некуда. Тот, кто не успел соскочить, не соскочили. И теперь они как бы вынуждены оставить. У них нету варианта Б. Вот, у них есть только вариант А. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы мрак победил, потому что в этом мраке они будут чувствовать себя комфортно, как участники всех этих событий. И ситуация такова, что уже как бы никакая сторона им уже не предоставляет шансы выбора соскочить. Вот. Но я знаю людей, которые успели это сделать, и которые сейчас просто ходят в церковь и ставят свечки, что, слава богу, мы успели это сделать. До 24-го. До 24-го. 24-е, это вот та точка невозврата все-таки. Не Крым, не 2014 год. Нет, конечно. Вот именно 24-е. Ну, слушай, в 2014 году не было почти крови. Ну, Донбасс. В 2014 году не было, ну, такого количества санкций и такого ответа. Ну, в общем, ото всех. В 2014 году я работал сам лично, это был один из последних моих сюжетов, когда еще программа выходила, в Крыму. Я снимал эти салюты после так называемого референдума. Я видел настроение людей в Крыму, которые как бы принимали эту ситуацию. И вот про этих людей я точно могу сказать, что большинство, те самые 70%, только перенесенные в Крым, в общем, строго говоря, радовались этому событию. И, наверное, поэтому, ну, в том числе поэтому, не было такого бузежа и не было войны. Здесь, конечно, другая сейчас ситуация. И тогда все как-то так, знаешь, проскочило. Проскочило, и все пропагандисты подумали, ну, ладно, продолжим накапливанием с вами заниматься, обустройством вилл в Италии. И, значит, пусть наши счета в банках пухнут. Пусть пухнут, пухнут, пухнут. Ну, потом как-нибудь успеем с этим разобраться. Ну, вот как бы война. Я думаю, что, вернее, не думаю, я знаю, что почти все они не ожидали, что будет война. Говорят, даже Лавров не ожидал, что будет война. Ну, если... В таком формате, в котором она идет. Да не то, что говорят. Сейчас эпоха деталек началась. Если мы посмотрим внимательно тот самый совбез, где принималось решение о статусе, значит, ДНР, ЛНР, где Путин вызывал к микрофону весь свой совбез. Нарышкин, кстати говоря, единственный из всех этих людей проявил какую-то живую эмоцию, как бы показав своим лицом и своим вот этим нелепым действием, что даже для него это шок. Вот. Я думаю, что... Я думаю, что и он не знал. Я думаю, что знал Шойгу, знал Путин. И, может быть, вот эти самые врачи и уборщицы Путина, с которыми он провел последние два года в бункере. А начальство не знало. Мне кажется, что они бы там... Если бы знали, подготовились бы. Может, кто-то и уехал бы. Вот я видел, кстати, реакцию на твои посты. В частности, ты писал о том, что вот еще один работник, сотрудник федерального канала ушел. И ты, скажем, писал или не писал, может меня поправить, Герой России. Те, кто это сделал сейчас. Не очень. Я не всем присваиваю это звание, конечно. Я присваиваю очень выборочно, изучая, так сказать, биографию и те лишения, на которые человек пошел, это сделав. Но я видел реакцию, что не все с этим соглашались. Что, мол, человек работал, работал, потом уже... Да все понятно. Но это в основном относится к Марине. Но для меня она абсолютный Герой России. Мы это поймем, когда война закончится и когда мы немножко дистанцируемся от ужаса сегодняшнего дня. Конечно, Марина Герой России. Могу объяснить, почему? Да, давай. Интересно, кстати. Ну, потому что она даже не то, что Герой России, для меня она мученик, в известном смысле. Это человек, который... А, да, она была частью пропаганды, но она... Ну, как бы мы вообще изучили, что она делала на Первом канале. Она на Первом канале сидела, принимала вот эту самую картинку зарубежных перегонов с разных агентств и переводила с английского языка на русский эти синхроны, которые давали всякие еврочиновники для новостей Первого канала. Это как бы специалитет Марины Овсяниковой на Первом канале. Это первое. Второе. Вы знаете, что-то как бы вот... Ни Владимир Познер, ни, я не знаю, ни Андрей Норкин, ни... кто там еще работает? Ни, значит, Егор Колыванов, ни Иван Трушкин. Вот никто как бы не со своей репутацией, со своим весом... Татьяна Миткова. Со своими репутацией, весом, бэкграундом уникального журналистского коллектива что-то как-то вот не подняли свои тела со стульев и не зашли в кадр и не сказали, ребята, остановите войну, ребята, не верьте пропаганде. А девочка, которая занималась перегонами и переводами синхронов, вот взяла это и сделала. Чего она лишилась? Она лишилась работы, она лишилась зарплаты, она лишилась отношений с собственной семьей, потому что муж ее, работающий до сих пор на Rush Today, чуть ли не судебные дела начинает по лишению Марины прав, прав на детей. Это большая прям семейная драма военная. Она подверглась беспрецедентной травле со стороны своего начальника Клейменова в эфире Первого канала, который сказал, что Марина является шпионом британской разведки и все, что она сделала, это как бы танцы спецслужб Великобритании. Такая отсылка к 30-м. Да, абсолютно, конечно. Ну, собственно, сразу после этого к ней приходит товарищ майор, потому что это и является командой ФАС. И говорит, что как бы, ну, и карьера твоя окончена в этой стране, и, может, и жизнь. Вот. И что ей как бы остается делать, да? Ее вытаскивают в Молдавию, насколько я понял сначала. Она там делает сюжеты для немцев про беженцев. А потом у нее встает вопрос, куда ей возвращаться. И ей дают гуманитарную визу Д и селят в гостиницу. Все. Человек, ну, потерял, кроме того, что я уже перечислил, еще и дом. И непонятно, как она может в этот дом вернуться. При том, что она не сделала ничего плохого, кроме хорошего. Она назвала войну войной. Она назвала войну войной. Это все, что она сделала. Ты говорил с ней после этого? Да, мы все время на связи. Ну, что она, как говорит, она не жалеет о своем поступке? Говорит, что не жалеет. Учитывая все, что произошло. Говорит, что не жалеет, но, конечно, как и любой девочке, ей хочется на ручки, чтобы весь этот ужас закончился. Но я это к тому, я это не к тому, что сейчас нам надо всем скинуться деньгами и начать жалеть Марину. Я это к тому, что степень важности этого поступка и сложности этого поступка, она не должна забалтываться и решаться интернет-голосованием, миловать ее или возносить. Это просто все мы поймем потом. Большие поступки на расстояние видеться. Молодец она. Большая молодец. И я думаю, что придет такое время, когда и Владимир Познер и все эти фамилии уникальных журналистов, которые испугались поднять свои тела и что-то вякнуть, встанут и что-то вякнут. Просто конъюнктура немножко поменяется. А Марина это сделала в тот момент, когда никакой конъюнктуры толкающей к такому действию не было. Молодец, крутая. Кстати, по поводу Владимира Познера, потому что этот вопрос мы многим задавали. Владимир Познер регулярно был у нас в гостях до 24 февраля, но сейчас он вне связи. И меня это немного удивляет именно по причине того, что, казалось бы, Познер, у которого есть все, есть слава, есть средства, есть возраст, в конце концов, который может позволить уже быть свободнее, рискну предположить. Но еще есть американский паспорт, возможность жить во Франции, вообще возможность всего. Я думаю, потому что он увидел, чем это закончилось для Марины Овсяниковой. А до этого, чем это закончилось... Познер не Марина Овсяникова, опять же, все те статусы, которые... Я это говорю, а до этого он видел, чем это закончилось для Лени Парфянова, которого просто выключили из эфира и все. Владимиру Владимировичу, я думаю, Познеру, я думаю, хочется связывать свою дальнейшую жизнь с Первым каналом. Я думаю, для него это очень важно. И с Россией, конечно, и с русским языком, и с русскими героями, и с возможностью работать для русского зрителя. Да, ему это очень важно, и он понимает, что если он сейчас, как говорит Тигран Худвердян, залезет на броневик, он всего этого лишится. Ну, его, конечно, не посадят в тюрьму, к нему не придет товарищ майор. И, в общем, ничего не случится. Просто ему придется, наверное, трудовую книгу из телека забрать. Ну, это его выбор. Вот я о чем думаю часто в последнее время. Раньше телек оказался некой такой действительно историей, когда ты получаешь огромную аудиторию, там, узнаваемость и так далее. Но мы же видим пример Алексея Пивоварова и его редакции, да, когда миллионы просмотров, я не знаю, больше его смотрят или меньше, чем смотрели на НТВ, но, наверное, это сопоставим. Мы маленький рижский канал с охватом 22 миллиона просмотров в месяц, да, то есть понятно, что мы не в топе там, но, тем не менее, это тоже достаточно серьезная аудитория. У Познера там и других, наверное, гораздо больше возможности эту аудиторию привлечь. Почему телек так притягательный до сих пор? Я не знаю. Если они все могут запуститься, наверное, в Ютубе или на другую сторону? Я думаю, потому что они старенькие, ленивые люди. И Парфенов тоже? Нет, Парфенов наоборот, почему Парфенов без огрядки сказал все, что хотел сказать, из телека его попросили, и он как раз первым в России, когда это еще совершенно не было модно, свой талант и свою гениальность перенаправил в другие платформы. Он стал писать книги исторические, да, он стал... У меня дома на Медне все есть. Он открыл, блин, ресторан прекрасный в Москве, он конвертировал потом это в Ютуб, всю свою популярность, узнаваемость, весь свой опыт. Он продолжил снимать, как и всю жизнь снимал, документальное кино, которое, ну, до каких-то событий выходило на первом канале по старой дружбе с Эрнстом, потом перестало. Ну, он стал показывать это кино в кинотеатрах, он стал показывать это кино в Ютубе, он стал возить это кино по фестивалям. Ну, как бы, нет, Леонид Геннадьевич Парфенов как раз не старенький и не старенький душнила, нет. Он как раз чувак, который, ну, нашел выход своему таланту, он-то как раз нашел, он молодец. Но, как бы, это не всем дано, это не всем дано, и это тяжело очень, там, после 50 лет перепридумывать свою коммуникацию со зрителем. Ну, вот. Ну, Парфенов и тоже, если его историю вспомнить, на Медне, интервью с Давой Яндарбиева и, в общем, финал телевизионной карьеры для Парфенова, это тоже был очень смелый и принципиальный шаг тогда, насколько я помню. Ну, да, конечно, да. Ну, а потом, после всего этого, он умудрялся еще показывать свое кино по Первому каналу, как я уже сказал, с благословения, с благословения. Он все, цвет нации он показывал по Первому каналу, все, что было до цвета нации он показывал по Первому каналу, с благословения Эрнста. Потом случилась премия Влада Листьева, на которой Леонид Геннадьевич разразился прекрасной, правдивой и честной речью про то, что, как бы, повестка русского телека кардинально отличается от реальной жизни. Ну, вот, после вот этой речи, по-моему, фильмов уже не выходил. Вот. Ну, и, честно говоря, ты себе можешь представить сейчас Леню Парфенову в каком-то виде на Первом канале? Нет, я многих... Мне кажется, что это уже настолько токсично сейчас было бы, что, да и слава богу, что это все закончилось. Знаешь, я, на самом деле, тоже много об этом думал и думал, ну, мы с тобой плюс-минус одного возраста, и когда я пришел в журналистику, то для меня были некие ориентиры, и эти ориентиры, по большей части, они остались, именно они не предали себя, там, там, Светлана Сорокина, с которой я брал интервью еще как-то мне было, там, 17 лет, я только в газете начинал работать, она высказалась. Тот же Парфенов, тот же, кстати, Алексей Пивоваров, который тогда был очень молодым, и сейчас в непростой ситуации в Ютубе, я вижу, как он как раз пишет, день такой-то, да, то есть у него это... А те, кто мне был дорог именно с профессиональной точки зрения, они остались верны себе. Другая история с Владимиром Познавым, который тоже мне нравился, не буду врать, и, в общем-то, я много с ним общался, очень много с ним общался, и мне грустно от того, что, ну, он сейчас молчит. Ну, в целом, вот, те люди, да, они не предали, потому что Норкин никогда не был моим, там, не знаю, кумиром или, там, ориентиром Соловьев. Он был моим даже учителем прямым. И Красовский не был, кстати, тоже. Поэтому, нет, не могу представить Парфенова на Первом канале, и, в общем, не могу представить тех людей, которые меня восхищают как журналист на Первом канале сегодня. Ну, я думаю, что, я думаю, что, сейчас выступлю этим адвокатом дьявола, я думаю, что Константину Львовичу Эрнсту сейчас тоже очень хреново. Ну, я думал об этом. Все, я тут мониторю программу телепередач, там, когда только война началась, вообще все ушло из эфира, кроме пропаганды. Потом по чуть-чуть стало возвращаться всякое развлекательное вот это болотце, вот. А потом смотрю, бац, а там кино, ну, в ночи глубокой, но все-таки кино, Аркус, Любови Аркус. Я думаю, ну, Константин Львович, значит, типа... Ищет возможности. Ищет какие-то выходы, да, чуть-чуть, чуть-чуть какую-то человечность проявить. А что, кстати, вот твои инсайдеры говорят про Эрнста, потому что я многим задавал этот вопрос, и многие как раз тоже обращали внимание на то, что Эрнста, скорее всего, очень плохо. Ну, наверное, он заключает какую-то сделку и идет, ну, понятно, что идет на какой-то компромисс. Другой вопрос, почему он не уходит? Это же к вопросу, почему не уходит Скобеева и все остальные. Он в заложниках, он как только уйдет... Скобеева, мне кажется... Как только уйдет, с ним случится то же самое, что с Файфманом. Это его заместитель, который успел уехать из страны. Но я знаю, что уехал он из страны с некоторыми нерешенными вопросами, с, так сказать, с органами правопорядка. Это я знаю точно. Я думаю, что к Константину Львовичу тоже могут возникнуть подобные вопросы. Но Чубай же уехал. Я думаю, что он понимает. Чубайс, который был близок. Ну, Чубайс не телевизионный начальник. Ну да, но я имею в виду, что статус, скажем, персон. Я думаю, Чубайс договорился с Путиным, чтобы уехать. Потому что... Как и договорился работать дальше при Путине после Ельцина. Я думаю, что... Ну, слушай, а ты можешь вспомнить какую-то критику со стороны Чубайса Владимира Путина? Нет. И я не могу. Но я думаю, что есть какие-то пацанские договоренности, которые сработали. Мне так кажется. Здесь все равно, мне кажется, что на этом уровне, на уровне Чубайса, на уровне Эрнста, на уровне, кстати, Пугачевой, лайк Навальному Пугачеву поставил. Она ничего не сказала, но поставил лайк Навальному. Все обратили внимание. Она сейчас ничего не говорит, но все понимают, что она очень громко молчит. Она говорит просто не своим ртом. Да, Максим Галкин это озвучивает. Мне нравится то, что она говорит Максимом Галкином. Ну, это довольно круто. Это довольно круто. Это вообще немыслимая для меня история. Я всегда полагал, что это какие-то столпы, что Пугачева круче Путина. Что она для народных масс. Что это Пушкин, вот что-то такое. Ну, в мире... Ну, Пушкин это тоже массовая культура, конечно. Но Пугачева это такой Пушкин сегодняшнего дня от шоу-бизнеса. И, конечно, ее репутация просто невероятно мощная для россиян. Что бы она ни говорила там про политику. Она уехала, а Эрнст не уехал. То есть она же тоже сделала выбор. Да потому что у Эрнста гораздо больше обязательств и хозяйства у него больше, за которые он ответственен и отвечает, чем у Пугачевой. Пугачева частное лицо. Эрнст чиновник категории А в стране. Чувак, которого посадили на атомную бомбу сверху. Вот так взяли и посадили. На, контролируй, регулируй. Вся эта вот пропагандистская муть. Это серьезное большое хозяйство, сопоставимое с хозяйством, которым управляет Шойгу сейчас. Это такое министерство пропаганды. Военное, в общем, вполне себе министерство. И просто взять и уволиться из него невозможно. Невозможно. Бомбу взорвут прямо под тобой, если ты чего-то сделаешь резкое. То есть не Маргарита Симоньян, не Константин Эрнст, не Добродеев, кто там еще. Они не могут просто взять и уйти. Нет, они в тюрьму будут посажены сразу. И не уехать тайной. В лучшем случае. Ничего они не могут, конечно. Слушай, а Собчак, вот меня интересует история Ксении Анатольевны, потому что... Меня тоже. Да, ее называют, с одной стороны, таким карманным либералом, что ее, когда нужно, куда-то запускают, как спойлер там. С другой стороны, она ведь некоторые вещи действительно в своих интервью проговаривает. Отравление Навального и прочее. И какой-то аудитория она эту информацию доносит. В том числе, кстати, доносила. Я смотрел ее интервью тогда, когда она стала президентом. Говорка по Фрейдам. С Соловьевым. Где они там ругались про Навального и так далее. Она меня звала работать в тот период в свой штаб. Отказался? Ну, конечно, да. Но Собчак для тебя кто? Вот эта фигура. Собчак для меня абсолютно уникальный, интересный собеседник. Знакомый, приятель. Ничего плохого она мне не сделала, кроме хорошего. Но эпизод с вот этим президентством. Ну, я не знаю, нам сразу хочется как бы это в ранг какого-то обобщения превратить и назвать Собчак просто спойлером и карманным либералом. Да, в том эпизоде это было именно так. Я не знаю, понимает она это или нет. Наверное, понимает она, очень умная баба. Очень умная. Но при всем при этом я не могу сказать, что все те ценности, которые она проговаривает в своих интервью, в своих колонках, даже в своих рекламах в инстаграме, это неискренне. Это искренне. И кидаться в Ксюшу говном и камнями я бы не стал никогда. Потому что мне просто не за что. И могу напомнить тебе и зрителям, что в первые дни войны, когда еще не было Никоя Овсяниковой, и когда было действительно просто страшно всем вообще что-то сказать, и даже было страшно не скрыть профиль Фейсбука. Помнишь, Фейсбук сразу эту опцию, как предложил россиянам, боитесь репрессий, спрячьте все одним кликом. Именно мама Ксюши Нарусова, чиновник, чиновница единственная, публично сказала в микрофон так. Типа, ребят, у нас уже, наших солдат уже убивают. Это в думе было. Да. Они уже лежат и становятся едой для диких собак на украинской земле. Может быть, имеет смысл нам их забрать? Ее отчитали, кстати. Ее, мягко говоря, конечно. Ну, это был крутой для меня поступок. Он очень для меня вот про Ксюшу тоже, потому что, окей, карманный либерал, и эпизод тот был достаточно некрасивым и даже отвратительным с президентством. Но когда, как бы, Ксюша хочет сказать, что ей искренне важно и больно, она это делает. Молодец. Мне, кстати, Владимир Осечкин рассказывал, что он очень доволен работой Собчак, когда они вот эти пыточные конвейеры, ну, это ГУЛАГу нет, только узнали, как раз обратили их к Собчаку. Он сказал, что она выполнила задачу, которую, ну, они даже на нее ставили на сто процентов. То есть он высказывался о ней. Мне почему интересно Ксению Собчаку? Она же с Сережей Еженковым работает. Потому что она очень неоднозначная в плане восприятия, в том числе. Поэтому она и интересная, да. Она работает с Сережей Еженковым, прекрасным автором, журналистом-документалистом, с которым я работал в неделе с Максимовской. И, ну, Ксюша там такой стратег мозг и лицо, а Сережа чувак, который все своими, многое своими руками делает и выполняет вот те задачи, которыми довольны были ребята, правозащитники. Потому что Сережа сам этой крови. Сережа сам нормальный человек. И, как бы, сохранивший журналистские ценности и показывая ситуацию такой, какая она есть, а не такой, какой надо ее показать. Вообще то, что Собчак работает с Еженковым, с мощным расследователем и телевизионщиком, для меня это о многом говорит. Слушай, еще одна фигура, это, конечно, Шулпан Хаматова. Ты работал с ней в фильме про Сахар. Это был первый твой игровой фильм, да? Да. Я его как раз смотрел там. И Шулпан Хаматова уехала в Ригу, она сейчас в труппе Нового Рижского театра. Многие осуждают за то, что она поддерживала Путина. Многие, наоборот, восхищаются, потому что понятно, для чего она поддерживала Путина и ради какой великой цели. И опять же мы переходим к категории неоднозначности восприятия конкретного человека. Для себя Шулпан Хаматова, она тоже не... Абсолютно однозначный герой России. Герой России. В гораздо большей степени, чем... По своей однозначности, чем Ксюша, которой можно что-то предъявлять. Нет. Во-первых, Шулпан никогда не была доверена лицом Путина. В чем ее обвиняют? То есть это ей приписывают? Ну, это просто как бы интернет-голосование, все то же самое. Шулпан никогда не была доверена лицом Путина. Шулпан записывала ролик, поддерживающий Путина на выборах, что не является... Это немножко казуистика, я понимаю, что не является как бы ее должностью. Но должность, ты понимаешь, если доверен лицом, ты зарплату за это получаешь, строго говоря. Здесь нет, здесь была другая ситуация. Эту ситуацию я называю банком взаимных услуг. Путин, я за тебя сейчас впишусь на этих выборах, а ты дай мне, пожалуйста, миллиард рублей на то, чтобы мы достроили клинику Дима Рогачева. Лучшую в стране и в Европе онкологическую клинику, где каждый день будут спасать детей. Вернее, даже всех людей, которые не достигли 18-летнего возраста. Вот есть такая ситуация. Вот есть актриса, которая готова это сделать. Вот есть Путин, который что-то слышал про эту актрису, что-то ему рассказали его советники, и у этих советников к Чулпан как бы нет никаких вопросов. Вот для репутации Путина это будет хорошо, репутацию Чулпан это уничтожит, дети будут жить. Вот так я вижу эту ситуацию. Значит ли это, что Чулпан в тот момент, до этого или после этого поддерживала Путина и его политику? Нет, не значит. Если бы это значило так, Чулпан работала бы дальше в своем театре, получала бы уже, может быть, большую зарплату, чем получает в Риге сейчас, и не подвергалась бы такой травле и такому хейту, который портит кровь человеку любому живому. Ну вот она посчитала, что она как бы готова за эту цену сделать очень хороший поступок для России. Она сделала это, молодец. Если бы у меня было столько смелости, если бы я был таким же популярным чуваком, как Чулпан, я бы сделал то же самое. Но это не значит, что я поддерживаю этого человека. И вот это откровенное интервью Чулпан Кати Гордеевой, которым она плача рассказывает, как бы чего лишается, потому что не может находиться в стране, где войну нельзя называть войной, ну мне кажется, что это вполне себе убедительное объяснение позиции человека. Когда мы анонсировали, что ты к нам придешь, еще приходили вопросы, вот по памяти сейчас их озвучиваю. В частности, спрашивали про телеканал «Дождь» и про «Эхо Москвы» и про новую, кстати, газету тоже, про закрытие последних фактически, ну самых известных независимых средств массовой информации. Как считаешь, кто-то из них все-таки воспрянет, там «Дождь», «Эхо» в каком-то виде? Потому что, ну, Венедиктов выпускает «Живой гвоздь», он был у нас в эфире. А он в Москве сейчас? А? Венедиктов в Москве? Венедиктов в Москве, да. Ну, выходил к нам в эфир из Москвы, по крайней мере. И Лиза Аникина выходила тоже из Москвы. Они вещают в редакции «Дилетанта», насколько я знаю сейчас, но это уже только в Ютубе. Вот как ты видишь будущее этих платформ? Вообще что-то в России еще может возродиться? Или уже журналистика российская? Журналистика — это исключительно вне российской. Я думаю, что в ближайшие 10 лет, я не знаю, сколько Господь отпустит Владимиру Путину, но вот пока сколько отпустят, столько все люди профессии, которые хотели бы ее сохранить для себя и для своей аудитории, будут вещать, как и в прошлые века из каких-то соседних стран. Журнал «Колокол». Такая белая иммиграция. Да. Я думаю, что если у соседних стран хватит политической воли и какой-то гуманитарной воли, и они их примут, и легализуют их, и выдадут им эти рабочие визы, и позволят им заниматься своей профессией для русскоязычного слушателя и зрителя, то естественным образом люди продолжат этим заниматься, просто находясь в другой юрисдикции, где можно называть войну войной и рассказывать истории так, какими они являются. Думаю, что так будет. А потом, что будет потом, я не знаю. Вообще сейчас горизонт планирования у меня лично три дня. Но ты говорил о том, что в 2014 году твоя история с телевидением закончилась. Это телевизионная была. Телевизионная, да. Это Марианна Максимовская, да, была? Да. А Доша ты не рассматривал никогда как место, да? Работы не пробовал с ними? Они все-таки вещали до, даже после 24 февраля, еще там неделю, я уже не помню, сколько они придержали. Как-то не... Я ходил туда много-много-много-много-много раз, но в качестве человека, который давал какие-то интервью, потому что подхватил как раз быстро историю с документалистикой и начал уже какие-то большие формы снимать. И мне это так нравилось, и... так нравилось, что... мне хотелось этим заниматься. Доша не мог себе производственно позволить таких больших форм, потому что они дорогие, и они продолжительные, и платить чуваку зарплату за то, что он там раз в полгода приносит там какой-то там часовой фильм, та модель, с которой Дождь существовал, невозможна была. Вот. Поэтому нет. Поэтому я как-то так и вцепился в документалистику, и... надеялся, что никакой журналистикой я больше заниматься никогда и не буду. Поэтому Дождь как информационный эфир для себя я не рассматривал. Ну, кстати, интересно, что у тебя же Манский консультировался по поводу фильма о Северной Корее. Да, было дело. Я сам офигел. Он заснял «В лучах солнца», а ты был как раз... А я до этого был, типа, за год или за полгода от Марьяны Максиму... Ну, как журналист. Как журналист, снимал просто большие, такие огромные репортажи оттуда, да. И это можно сказать тоже как-то... Да, и мне Манский пишет в фейсбуке, типа, Роман, надо поговорить. Я такой, опа, конечно. А потом созваниваемся, слушай, ну, как там, что, приезжаешь, у тебя камеры там отбирают, ну, а как вот... Как быстро работает. Да-да-да, про что шутить нельзя, куда ходить нельзя, как бы есть какие-то вот красные тряпки, которые не надо показывать им. Ну, и я ему с удовольствием все это рассказывал. Да, это прикольно. Ну, вот это безбашенность, потому что, опять же, в твоем интервью читал, что ты говорил, что там в молодости там Фукусима, Северная Корея и так далее. Я просто помню свои ощущения до рождения ребенка, что, в общем, тоже бросал в разные какие-то ситуации. Ты, в общем, не думаешь, да, надо полететь в сторону Дельтаплана, давай полетим в сторону Дельтаплана, потому что классный репортаж. А как у тебя все это происходило? То есть действительно было такое ощущение, что можно все, можно все попробовать, нужно все попробовать. А потом, ты, кажется, говорил, что потом изменил свое отношение к этому, нет? Ну, никакого внутреннего анализа и рефлексии, когда ты работаешь в катушке и раз в неделю должен выпустить сюжет, у тебя нет, потому что нету на это времени. И происходит событие, и ты как бы должен в этом событии оказаться. Вот и все. Никакой рефлексии нету. Ну, такова как бы профессия с ее, ну, таковые сдержки. Слабоумие, отвага. А потом, конечно, когда уже все это закончилось, и работа на телевидении, я имею в виду, я потом задним, задним числом, конечно, ты все это анализируешь и понимаешь, что так поступать не надо, и больше я так поступать не буду. Вот. А что будет дальше, я не знаю. Ну, ты там описал один очень сильный эпизод. Я, кстати, вот когда, опять же, читал про оператора, который тогда, когда вы поехали на Фукусиму, снимал оператору, у которого был рак, и позже он умер от этого заболевания. Ты сказал, что нет ничего страшнее вот именно этого. Кирилл Андронов. Я с ним на Фукусиме как раз лежал в палатке, в сырой, дожидаясь, когда нас кто-то, кто-нибудь оттуда увезет. А выехать было сложно? Невозможно было выехать, потому что те КамАЗы, на которых туда приехал МЧС, не приехал, те КамАЗы, которые эти самолеты МЧСовские привезли, русские, эти КамАЗы в это Фукусиму, там бензина было ровно доехать до, значит, этого палаточного лагеря, а потом он кончился, и они не могли просто уехать никуда, подальше от тлеющей станции. Ну, то есть, звучит как анекдот, но это правда. Соответственно, они нас увезти не могли, а, значит, дипломатическая миссия тогда русская в Японии сначала подходила к телефону, говорила, что мы имеем вас в виду, а потом вообще перестали подходить к телефону, как бы тоже этот вариант рассосался. Да, и мы оказались брошенными с бедным Кириллом, с тяжелым заболеванием, о котором я ничего не знал тогда. В этих палатках. И в итоге нас вывезли японцы, которые использовали какой-то рейсовый автобус, как гуманитарный автобус до Токио. Да, был такой эпизод. Да, а потом мы вернулись в Москву, и я узнал, что Кириллу-то вообще нельзя было с его диагнозом туда ехать. Но это опять к разговору о том, что ты ничего не рефлексируешь и не сверяешься со своими медицинскими показателями, показаниями, когда речь идет про работу. Да, такой был эпизод. Но, слушай, я не знаю, сейчас поехал бы я туда или нет. Ты поехал бы? Не знаю сейчас. Я был в Чернобыле, например, в зоне учреждения. Был в... Пацаном еще был. Во многих историях. Но у меня очень многое изменилось после рождения сына. Восприятие жизни изменилось. То есть я вдруг понял, что даже не знаю, это так все, когда ты начинаешь об этом говорить, это дико пафосно звучит. Но ты вдруг начинаешь понимать, что ты еще не считаешь ответственность за кого-то, кроме себя. И это, блин, это очень важное чувство. А у меня сын родился как раз в тот момент, когда я работать пошел к Максимовской. Это поэтому аргумент не сработал. Ну, может, попозже. У меня не сразу до сознания пришло, что сын родился. Прошло какое-то время, когда я вдруг понял, что я стал отцом. Вот так в момент, когда я его держал на руках, у меня такого не было. А потом вдруг стало, я вдруг это стал очень так четко ощущать. Ну, может, мы и старше становимся. Ну, я вот сейчас к тебе шел, сейчас листал ленту новостей, и вот новость прям буквально этого часа погиб под обстрелом на Украине французский журналист, находясь в гуманитарном автобусе с беженцами, которых вывозят. Там уже вообще несколько... Французский журналист вот в гуманитарном автобусе погиб под обстрел. Фотку посмотрел моложе нас. Ну, а сейчас вот ты выехал из России, ты говоришь, что горизонт планирования три дня. Стало больше времени на рефлексию вообще сейчас? Рефлексируешь о том, что происходит, что может произойти? Да я места себе не нахожу, я только этим и занимаюсь. И... Да не то, что я выехал из России, я, как говорит Юля Панкратова, которая в основном живет тут, она говорит, я типа нахожусь в шпагате Жан-Клода Ван Дамма. Одна нога в России, другая нога в Латвии. Я полагаю, что сейчас у меня такая какая-то поза намечается, потому что... Ну, я тебе говорю, у меня нету никакого горизонта планирования, что я уехал, я навсегда тут. Я не понимаю сейчас таких категорий, их не существует просто. Я знаю, что сейчас мы говорим с тобой, знаю, что я завтра очень хотел бы съездить в город Коулдыга. Да, там есть водопад и летающие рыбы. Да, это то, что я прочитал в Википедии, но наверняка там... Хороший, милый город такой древний. Я хотел бы его посмотреть. Я знаю, что я хочу съездить в Лудзу, вообще в Латгалию, потому что я связан очень с этим местом исторически. Там треть еврейского кладбища в Лудзе занята моей роднёй по отцовской линии. То есть у тебя много корней здесь. Да, да, да. Это евреи, которые до Холокоста жили и погибли своими естественными причинами и лежат там. И люди, которые погибли в Холокосте, они тоже здесь представлены. Поэтому мне очень важно туда съездить. А что будет дальше, я не знаю. Прямо сейчас, если говорить про работу, прямо сейчас у меня есть телега, с которой я не отношусь уже сейчас как к блогу, а отношусь как к полноценной прям мини-редакции, сконцентрированной и заточенной вот на... Да, мы, кстати, дадим ссылку. Мы уже давали ссылку еще раз. Телефон и 85 тысяч людей, которые пишут мне разные новости, какие-то инсайды, свои письма. Это прям для меня работа. И я живу на донаты, которые мне приходят от ребят. Спасибо вам большое. А что будет дальше? ХЗ. Никаких железобетонных подписанных договоров с какими-то работами у меня нет. Кем я могу сейчас работать в России? Могу ли я снимать там кино? Или заниматься журналистикой? Тем более, скорее нет. Поэтому такая раскоряка. Поэтому подписывайтесь на Телеграм. Ссылку мы дадим в описании нашего интервью. Ну что, спасибо, что нашел время и доехал до нас. Спасибо. Супер у нас был сегодня. Спасибо, ребята. Пока-пока. Счастливо. Счастливо.